Историй подобных моей тысячи. И мир не рухнет, если одна из них оборвется. Субтитры создавал DimaTorzok Побочных каких-то левых заданий или сбор сундуков и всего остального делать этого не будем. Ну, может, если будет свободное время, то тогда побочные задания какие-то будем проходить. Итак, насколько я у себя вижу, у меня вот есть два воспоминания. Одно воспоминание Софьи и другое вот начало фрагмента сюжетного. Я не знаю, какое сначала начать. Но, скорее всего, давайте вернемся вот на маленький вот этот островок. И все-таки вот это воспоминание выполним в первую очередь. Так, на карте оно значится, так что мне будет проще ориентироваться. Мне нужно его обозначать. И так, я себе, ребята, здесь уже, конечно, поиграл. Сделал... Точнее, не сделал, а... Захватил, или, точнее, будет, скорее всего, правильнее назвать, освободил башни, которые нужно, там, убивать капитанов и поджигать. Я это уже сделал. У меня осталась только одна башня, которая еще я не поджег. Так, это покупатель битя стражников. Почему это так, с ними пишут? Наверняка найдете что-то полезное. Ага, ну это побочное, похоже, задание. Я его выполнять не буду. О чем я тут, в принципе, остановился? А, о том, что я все башни почти поджег, осталась только одна. Я ее потом как-то еще захвачу. Что здесь довольно интересного, вот оказалось, то, что в предыдущем Ассасине и все шло по сюжету. То есть, мы не могли с начала уровня, да, захватить все башни, пройти все, там, синхронизации и тому подобное. Здесь же все наоборот. Буквально после часа игры, то есть немножечко, там, буквально сюжетной истории затронутой, мы можем спокойно спокойно заходить, захватывать все башни, найти все сундуки, покупать все дома, которые есть. Ну, все, в принципе. Вот это мне довольно понравилось, потому что нас не ограничивают никак. Сразу, что то хочешь, то и делай. Все. В принципе, вот так сказали разработчики. И, ну, мне это нравится. Потом, как-то я в прошлых частях затрагивал тему, то, что мне не нравится то, что здесь, как это сказать, ну, про ассасинов, там, что мне нравится вот то оформление, которое есть, там, и все вот в этом духе, когда мы привлекаем ассасинов на свою сторону. Вот это мне там немножко не понравилось, потому что нужно очень долго разбираться, для чего это нужно, там, как это привыкнуть к этому всему. Вот это очень сложно. Но, кажется, я немножечко привык. Насколько я еще понял от осведомленности тамплиеров, то есть известность. В прошлом ассасине я вот тоже говорил, что проще проще плакаты, да, побегать, посрывать, и ничего не платишь никому. А тут нужно платить, и как-то мне сначала стало, ну, как-то не по себе. Теперь я же думаю, что в принципе здесь пускай будет так, чем никогда. Все же здесь жестоко наказывают. В том смысле, что вот когда у нас известных тамплиеров, но все 100%, то есть каждый тамплиер знает у нас или хотя бы ближе к 100%, то тамплиеры что делают? Они нападают на на нас, на наши базы, которые вот вышки, те, что мы захватываем, и стараются отбить их. И вот здесь начинается какая-то мини-грам, которая мне, мне лично мне нравится вообще. в любом виде просто сделали, скажем так, нелепу, нелепо, нелепу, короче, хреново. Сделали вот такую всю эту систему, даже если вот мы грабим, то есть это все равно привлекает тамплиеров, и они на нас нападают. я, конечно, не полностью уверен в этом, в этой теории, хотя вот прошлые мои часы, которые я еще не записал, потому что я в натуре где-то часа два наиграл помимо сюжетки, то есть по городу, там, все левые здания и тому подобное, и у меня, в принципе, показалось, вот это так. Хотя, может быть по-другому, в принципе, сейчас проходим сюжетку, посмотрим. Итак, я дошел к это как его там больше не помню здесь как его зовут, но какая-то наша база, одна из наших баз, наверное, я не знаю, не помню, кто ее владелец. так, куда нам здесь нужно, где-то нам сюда нужно, вот ассасины я вижу, есть, где-то вот в эту сторону, что ли, ага, да, вот. отметины на этом ключе мне знакомы и материал тоже, я уже видел такой, похоже на яблоко Эдема, древнюю технологию первой цивилизации. так, что это что это такое что нас подружается Масеапт 1189 год Альтаир умный ты ранен? ногу сломал как тебя звать брат Альтаир сын Умара Умар да, помню он хорошо жил и достойно умер с честью Альтаир беда нас предали враг уже ворвался в замок жить будешь что Аль Малим где он когда крестоносцы прорвались он был внутри сейчас ему не помочь Альтаир надо отходить когда я закрою ворота зайди крестоносцам во фланг и оттесни их в каньон ничего не выйдет Аббас не ошибись Ух ты так довольно интересно все Бежим А интересно здесь так нам нужно подняться куда-то наверх окей пробуем хотя вообще интересно придумали поиграть за Альтаира вот скажем так не играя в первую часть не проходя я сейчас немножко ознакомлюсь с первой части вот так вот вот так я решил сделать а теперь чтобы я так понял нас не запалили чтобы я не вступал в бой или нужно в принципе метка на карте показывает что нужно убежать совсем в другую сторону так идите нафиг вот меня запалили уже вот такое еще поздражаемся вот так минус одного дал еще шаг и твой учитель умрет тебя не уйти отсюда живым предатель нет ты не понял я не предатель нельзя предать тех кого ты не любил значит ты жалок вдвойне вся твоя жизнь была ложью так я так понял ага нужно спешить потому убивает всех за кого ты держишь еще достойный человек погиб а ты продолжаешь хранить молчание я удивлен ты многому научил меня альму кроме терпения да говори или я вырву тебе язык и тогда ты уже ничего не скажешь ты слишком переоцениваешь людей альтаир тамплиеры знают истину люди слабые подлые и мелочные нет наша кредо говорит об обратном может мне не хватило ума понять его но это вряд ли и скорее мне хватает ума не верить в эту чушь ты ты дал ему возможность умереть с честью зачем любой из нас кто покидает этот мир имеет право на это он не воспользовался им это его право альтаир у меня на глазах ты вырос из мальчика в мужчину мне и радостно и в то же время грустно ты достойный сын своего отца он бы гордился тобой я мало знал его как отца в первую очередь он был ассасином ты тоже вступил в орден с рождения не жалеешь как можно жалеть о своей единственной судьбе со временем ты поймешь суть пути и тогда сможешь выбрать свой пойдем мальчик и готовь клинок у него еще много работы немножечко плохо что я неполную синхронизацию сделал хотя бы прошел воспоминания вот это хорошо хотя бы увидел и меня признали поиграть возможно из-за альтаира мне неизвестно а в первой части вообще с альтаиром так эти ключи и древние печати стало быть содержит записанные воспоминания вот что пытался нам сказать альтаир что он хотел передать в будущее понятно о чем это не завершил свою мысль о том что первые части вообще-таки моменты были или нет ну нападение насколько я помню то первом сам первом ассасине да там такое было а вот было ли такое что он убивал и проходил это все это честно я не знаю не помню тому как много лет прошло когда я только запускал первого ассасина а прошел я его этого вообще не было так что я сюжетку не знаю плюс второго ассасина тоже я пытался пытался его поиграть но нигде его не можно найти вообще нормально по-любому где-то поврежденный я не знаю как его другие играют может быть как-то умудряются коряком и еще чем-то как-то все это обойти так меня немножечко тормознуло что там если тебе что не нравится рискни сказать это моим кулакам прячешь лицо за капюшоном да но потом я тебе что-то скажу сейчас в бой как-то неохотно все-таки вступать а то известность мне не очень нужна я не очень хочу показывать тот момент где нужно отбиваться от как это сказать более правильно отбиваться от амплиеров пускай пускай прошу помоги найди того кто сделал это со мной тебе срочно нужен лекарь нет нет времени тот кто сделал это ищет мою жену им дочь если он найдет их бог знает что он сделает во имя справедливости друг мой прошу не дай ему убить мою семью я постараюсь ну что ж это что-то вроде что-то вроде побочной можно сказать как задание побочного но но это не побочное задание это вербовка ассасинов то есть вот так это тут происходит не так как в прошлой части что мы просто пошли нашли убили обидчиков да топлиеров и он за нас здесь вот так как все организовали прикольно даже я скажу бывают такие моменты очень забавные я бы даже сказал само собой нормально мне нравится в принципе так нужно найти нам цель крабинчика вот так будем искать цель найдена отлично вот нормально без заодно и убил всех тамплиеров это в принципе вот хорошо я сделал что сказал ассасинам разобраться мне просто как бы они засчитали что это я убил их и поэтому моя известность не выросла вот так так куда это неужели он так далеко был все все кончено как твои раны раны пройдут главное что моей семье ничто не грозит чем отблагодарить тебя присоединяйся к нам когда поправишься брат нам всегда нужны люди честей да друг мой обязательно ну вот так в принципе вербовка всегда проходит на сто процентов так что тут обычно париться вообще незачем так 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 ну что ж будем тогда отправляться к главной сюжетной линии главному фрагменту ведь уже прошло полчаса наверное я в принципе таки основную сюжетку не затронул хотя воспоминания альтаира и наверное можно можно отнести к основному прохождению но я тоже не знаю стоило это делать или пускай будет все же я не думаю что в это часть ассасина будет долгой потому как Ростокрови заняло мне 9 частей и каждое где-то полтора часа так что это сколько получается часов пускай 13 это только основная сюжетная а вот еще и побочные миссии захват городов точнее вышек и сбор сундуков и тому подобное значит если это все забрать то ассасин где-то ассасин скрид Братство Крови где-то будет проходиться за наверное 20 часов 25 ну это так на скидку не считаем конечно же зависит еще от того кто играет и как он играет ну я где-то бы так прошел но я прошел если честно не на все 100% потому как ну во-первых синхронизации не все полные это раз во-вторых 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 ой блин что я делаю ну наверное во-вторых ничего больше а ну да во-вторых я не все сундуки открыл и плюс я не открыл последний костюм который в принципе я должен был одеть и в нем играть но это я думаю не ну и блин зачем я сюда пошел придется тогда разобраться давай такой ты будешь последним забежал за сундуками пол такую засаду ну ладно что уже делать деньги скажем так очень нужны вот так вот в принципе в основное время занимает в ассасине вот так вот убиваешь обыскиваешь тела собираешь все что от них осталось и продолжаешь так будем двигаться дальше и о чем я в принципе болтал болтал о чем я что-то припоминаю за сколько там в принципе прошел братство крови ну скорее всего если посмотреть потому что я после девятой части когда я записал я уже не заходил и скорее всего скоро удалю ее потому как она мне больше не нужна я прошел все больше посмотрел поиграл хватит и где-то на процентов 75 что ли вот вот где-то где-то так честно как поживает твой брат это не ложь и ничего там такого где-то на 75 процентов я думаю в принципе это нормально если конечно же ты там супер проходимец который хочешь сделать все на 100 процентов то тогда есть еще что там делать нужно собирать разные флаги и тому подобное там если честно времени довольно много еще потеряется то же самое могу сказать и вот об этом ассасине от этой части если быть точнее то то тоже вот это займет много времени у меня сейчас пройдено 25% в принципе за сколько там уже пошло 5 часов наигранных думаю это нормально так будем 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 двигаться эта зона у меня не открыта еще я еще ее не открывал и у меня осталось еще 3 вышки на синхронизацию так 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 здесь я скорее всего не смогу купить здание потому что здесь одна башня бурджи которую я еще не захватил и она под контролем этих бурджианцев вот видите то есть сейчас я еще могу здесь прийти о чем это вот сейчас у меня известность где-то 50% то у меня противники палят где-то на 50% но но я не могу никак ее скинуть то есть когда уже меня начнут палить по серьезному вот тогда дается какая-то возможность избавиться от самой слежки только тогда теперь думаю вы поняли как это здесь все посложнее я даже сказал плюс здесь мы сражаемся не только против тамплиеров а еще я начали если правильно их назвал кажись так кажись все же все мои жизни если честно я думал здесь глубоко и я смогу хорошо нырнуть но как видите нихуя не получилось буду откровение так цыганы ух ты на веселице люди веселее смотрится мне не до шуток эфенди византийцы украли у нас деньги на которые мы полгода бы жили медиспьяча я могу помочь возможно многие века мой народ кляли и оскорбляли обзывали колдунами и ведьмами хорошо мы больше не будем бегать от этой лжи пусть так мы подыграем сплетням пусть лучше нас боятся чем унижают мне нравится эта мысль вот мой план каждый трогавший этот сундук должен умереть так чтобы это могло выглядеть как проклятие цыганское проклятие сыграет нам на руку может тогда нас оставит в покое так отравите стражников несущих украденный сундук из толпы цыган но это попробую сделать не факт что получится сундук давайте сначала я поменяю оружие отравленный клинок дротик питательные ножи и а это что отравленный клинок все есть чтобы бросать попробуем попробуем так здесь цена что то есть вот сундук же есть вот блин следовало мне все таки захватить вот эту базу позже потом уже проходить сюжетку а то блин придется сквозь их базу проходить это валим на ребята ну что ж попробуем тогда пройти может быть и у меня получится я тоже боюсь мне тоже страшно их присутствие заводит на меня ужас но нас много от них куда лечь вместе такое поведение не допустим этих демонов ухухухуху это что палят не пиздец палят все нормально нормально ну я в принципе разобрался со всеми но как я запалился ай блин ладно куда уже деваться ну ладно идите сюда цыганки так я не знаю нужно ли ударить или нужно что-то еще сделать первая цель есть скорее всего это вот да это вот блин они ушли нормально еще один наемник он странно идет интересно здесь никого нет откуда а капец это еще стреляю с пистолетов отлично отлично ну да еще не прет в сражении на него быстро блин они забрали своими копьями на хрен ну ладно начнем начнем заново нужно было все-таки сперва захватить эту башню этом если честно упростила бы задачу несколько раз хотя бы в том что меньше было бы противников это во первых во вторых может быть было бы полегче то ладно что что уже делать куда деваться посмотрите меня уже заболели вот так это делается то есть палят с самого начала я даже даже играть еще не начал я принципе почти по-настоящему никакую зону там не захожу и все равно я не могу ну ладно попробуем может быть как то хотя бы немножечко пойти вот это все так момент анимуса ух ты и здесь противники нас уже ждут и как мне пройти интересно так здесь нет противника я надеюсь нет нет блять есть так будем вот так вот снимать хотя бы по одному чтобы у меня хотя была возможность зайти вот на эту территорию о том я даже попасть к ним вот не могу сейчас все не так как прежде я скучаю так отравленный клинок отравленный клинок я взял и и митят цыганок вах ты блять я не хочу этого делать да мы с тобой следуйте за цыганками и сливайтесь с толпой окей так все и ну 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 дайте мне зайти внутрь вас о том вот это я не люблю потому что мпс куда-то в сторону отходят и все я говорил тебе что знаю кое-что нерецеприятное про патриарха симеона я попытался намекнуть ему я не могу использовать своих соседов серьезно рассвет несмотря на земное приседение но когда мы уже нанесем удар и ты видел лицо этого монаха и запад бандитизм в этом велик стал обычным делом удивительно как народ жаль что он блин а поближе как-то подойти они не хотели нет нужно было но ты далеко ладно веди нас столько денег даже не верится даже взглянуть пошли и на что ты их потратил что случилось ему плак и показать дорогу брось его надо уходить вот и все минус минус так у меня еще три тротика то есть есть еще три попытки хотя бы если все получится то троих убить получится я не понимаю почему бы их на месте просто не не уничтожить до н кх кх интересно отойдите в сторону В него вбилился дьявол. Да что здесь происходит? Что, какое-то проклятие? Храни нас в силу жизни. Это плохая мысль. Есть еще один минус. Что, перебил? Ты в своем уме? Давайте, идите, встаньте где-то. Я далеко, чтобы я вас... Вот, а здесь уже будет посложнее. Они заходят на свою территорию. Вот сейчас мне придется немножко помучиться. Зло, что несут с собой эти дьявольские порождения, заставится драгнуть... Так, 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 почему ты нацелился? Все, храни меня, Всевышний, я не знал! Есть, заберите суток. Старые трюки не подводят. Осторожней, Эдсо. Говорят, сундук проклят. Куда теперь, сударыня? Сюда. И осторожнее. Ты слыхал про цыган? Да, и много раз. Тебе известно, что так мой народ прозвали те, кто решил, будто мы происходим из Египта. Тебя это оскорбляет? Забавляет. Мой народ происходит из Восточной Персии. Но нас сделали жителями страны, которые мы даже не видели. Люди быстро вешают ярлыки, но не торопятся их снимать. Люди глупцы. Случается. Эдсо. Самый простой ответ всегда лучший. Все бежат от сундука. Вот, пересчитай, и убедись, что все на месте. Мы благодарны тебе, Эдсо. Ты можешь рассчитывать на нашу помощь. Любую помощь, в любое время. Хорошо. Если мне потребуется занять денег, я обращусь. Что здесь можно сделать? Интересно, что это за здание? Ага, это переходы. Понятно, понятно все. Все, теперь мне стало ясненько. Окей, что нам дальше? Куда нам нужно? Далеко ли? Следующая цель. Ух ты! Далеко. Как оказалось, очень далеко. Окей. Сейчас обойдем их вот этой стороной. Сколько здесь? Хотя бы тамплиеров. Меньше. Меньше. Мемуче. Ой, упал. Ой, упал. А как здесь выйти? Окей, нама-нама. Куда ты полез? Выходи. И я сразу же оказываюсь под властью убийц, воров и еще раз убийц. У меня нет слов. Есть. Так, уходим, уходим. Чем подальше стоять? Хух, хух, хух. Я чуть не запалился, ребята. Вот так вот. Можно забрать то, что есть с сундуком. И никто не запалил, что это я всех убил. О, я еще, ребята, не говорил, какой прикольный вот этот крюк кошка. Или как он там называется? Или просто крюк. Бежим, 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 бежим. Есть. Чуть как раз не запалился. В последний момент убежал. Ну, бывает, бывает это какое совпадение. Что ж, давайте, пока я здесь уже поднимусь к вышке, чтобы просто не возвращаться уже по поводу вот этой вышки. и как раз хотя бы я буду знать, куда мне бежать, а то бежишь наугад и это плохо. Вот музыка здесь мне нравится, когда вылазишь. Здесь они вообще нифига хорошего не сделали. А вот в прошлых частях было круто. Есть у них такие моменты, которые они делают хорошо и нравятся, а есть такие, что, блин, ну, ребята, что вы, что вы наделали? Узнаете, как делать. Вы же делали это. Сделайте еще раз. Блин. Я не могу вот так как-то подобрать слов. Опять мелкободье. Так, че ты, че это за хрень? Думал озеро, ну, прыгнул там, поплыву дальше, там, что-то еще можно сделать. А здесь прыгнул, блин, потерял пару жизней, побил себе доспех. Иди дальше. Они не задумываясь убьют любого, кто... Что с ним не так? Такая улыбка. Нехинная только что была. У сундуков здесь просто, просто гора. Здесь несколько видов сундуков. Это сундуки с сокровищами, сундуки с всякими штучками, игрушками, там, какими-то, что вообще... Ой, я даже не знаю, как это все сказать. Делать бомбы вот эти и тому подобное. Как-то все для меня, наверное, я не знаю, дико, что ли. Потому уж как я бомбами вообще не пользуюсь. я понимаю, что это... Так, гнинок, почему-то не берет. Я понимаю, что это круто, там есть возможность использовать бомбы, с репчатку и тому подобное. Во-первых, во-первых, мне не нравится, как их создавать. Это самое другое. Самое другое. После этого уже использование вот этих бомбов. Мне тоже, мягко говоря, не нравится. Вот это тоже. Есть такие моменты. Может быть, кому-то и понравилось. Я не спорю, но я все-таки считаю, что это было просто ненужным делом создавать. Сделали на покупку, пойти купить. Там я не знаю, ну, создавать самому сколько париться нужно. Блин. Не знаю, кому это охота делать. Так, почти я дошел. Блин. Ой, охотно мне использовать вот один градстрел. Вот это мне нравится. Когда ассасина приказываешь Ане, потом приказы всех увалят. Вот это просто кайф. Только жаль, что он один раз используется. Вот это жаль. Так, ну как раз ой, блин, поплывал. Ну, бывает. Как раз пройдем еще эту сюжетную какое-то задание. Не знаю, что за задание будет. Пройдем его и думаю на этом как раз завершим. Там уже думаю час набежал хороший. Нужно будет завершать прохождение. Хотя это я только может быть завершу прохождение для вас. А для сам еще погоняю по городу пособираю всякие нещечки, которые думаю никому не интересны. Потому что кому может быть интересно то, что собираю я сундуки. Правильно. Так. Ух ты, блядь. Окей. Что нам нужно, ребята? Нужно найти узницу какую-то и все это сделать незаметно. Это мой ассасин. Ёпты ж помидор. об этом предателе Вали? Вы нашли его? Он нашел нас наставник. Сегодня утром с этой базы похитили двух наших братьев. А теперь Вали требует передать нашу собственность тамплиера. Нет. Мы не ведем переговоров с теми, кто захватывает заложников. Мы находим их и убиваем. Тогда нам надо разделиться и обыскать всю окей. Так какие-то две точки нам уже дают где искать. Будем отправляться. Ваим, блин, похоже я что-то меня сон гонит. Что-то я не туда побежал. Похоже я выбрал долгий и сложный путь. который не надо было делать. Куда уже деваться. Хорошая вот эта шняжка передвижения. Нужно похоже вниз. интересно почему я начнет не та сторона блин отвалите так разбирайтесь с ними за что я вам плачу блин отцу убежал вот отлично он его убрал эти еще не убежали вот а он сразу же меня палит интересно вообще есть иначе ты стал у кого-то на пути не пью хуй есть разобрались все хватит а вот мой так я пока их немножко обыщу чтобы хотя бы мои ассасины хоть парочку восстановились а то самому как-то руки пачкать не очень хочется а потом придется деньги платить чтобы откупиться от всего вот мелочь дают ничего хорошего интересно так и где-то еще здесь один мой ассасин вот как раз мои ассасины набрались нормально ух ты как я не спалился что это отпустите меня как я чуть не спалился вот это попартило али сделал это с тобой наставник простите вы попались на уловку он схватил меня чтобы отвлечь ассасинов с базы он сейчас идет туда так понятно теперь нужно как-то выйти отсюда так вот так вот крюком будем быстро передвигаться отсюда я допрыгну интересно да так найдем этого вали и убьем поскольку мне известно это бывший ассасин который предал нас ага территория закрыта ну понятно в принципе я взял задание и чтобы нас как говорится вести за руку блин повезло жестоко повезло так разбирайтесь разбирайтесь ребята я дурно здесь бегаем контрольная хорошей боятся но твоих сил не хватит чтобы спасти этот город ну посмотрим покрытие ничего тебя ура 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 а он быстрый я его даже не даже не догоню то он очень быстрый ох красава 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 покойся с миром нормально я еще и принципе незаметный вот это круто еще и прошел третью последовательность действий я раздобыл один из ключей мессиафа более того я нашел карту она сплошь состоит из каких-то знаков и символов но я уверен что она приведет меня к остальным ключам пока я не понимаю смысла этих обозначений но к счастью я познакомился с одной венецианкой и она обещала помочь мне с расшифровкой но радоваться рано один ключ все еще у тамплиеров и помощи ассасинов тут может оказаться недостаточно нужно подружиться с кем-нибудь при атаманском дворе тогда тайны города откроются передо мной брата убийственная война и так на этом думаю все ребята если понравилось прохождение то подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые какие-то выпуски и всем пока до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Донбасс